всем привет вы на канале кита бокс с вами дмитрий и как всегда сегодня у нас обзор посылочки с алиэкспресс но посылочки не простой сегодня у нас на обзоре как вы думаю догадались из названия обзор и распаковка нового браслета от фирмы xiaomi mi band 5 и так и друзья заказал китайскую версию так как на момент покупки я покупал ее на старте продаж русский русских версий глобальных еще не было поэтому я купил китайскую сейчас нужно будет нам с вами посмотреть как и русифицировать если автоматически она русскую прошивочку с русским языком не скачает вот ну и посмотреть как дальше все это будет работать и так в упаковочке у нас имеется зарядное устройство сам браслет и мануал так как это китайская версия чисто на китайском языке комплектация максимально простая но все что нужно в ней есть сразу хочу сказать о об основных отличиях первое самое значимое отличие это магнитная зарядка то есть все помнят что раньше вот у меня mi band 4 на руке для того чтобы зарядить чтобы зарядить браслет нужно было постоянно его капсулу вытаскивать из ремешка и это часто приводило повреждение ремешков постоянно вытаскивание вот xiaomi это доработали и теперь вытаскивать ничего не надо заряжается все очень просто просто берем нашу нету зарядочку и коннектим браслету смотрите крепится она очень легко магнитится очень четко держится хорошо то есть вот так вот таким способом происходит зарядочка что очень удобно также в xiaomi mi band 5 изменился экран он стал чуть чуть больше диагональ экрана составляет теперь 1 и 1 дюйма но в то же время друзья разрешение экрана стало меньше ну и вообще я думаю что это не сильно повлияло на качество картинки также из отличий здесь встроен аккумулятор меньше емкости силами пошли скорее всего на это для уменьшения массы самого браслета если mi band 4 весил 24 грамма то эта версия 5 весит всего 12 грамм также емкость аккумулятора соответственно повлияло на время работы если у mi band 4 время средней работы около 20 дней ну даже больше я его ношу без зарядки то у mi band 5 время работы заявлено 14 дней то есть соответствие 2 недели но друзья с такой зарядкой я думаю который удобно заряжается и не надо будет вытаскивать его из ремешка зарядить его не будет проблем например пользователи apple watch заряжает свои часы каждый день и никого это не напрягает также хочется сказать по ремешку хоть и размер экрана изменился но ремешок судя по отзывам подходит от mi band 4 кстати сейчас мы это все проверим вытащим капсулу и попробуем фрок от mi band 4 и и вставить чтобы испытать и так вот ремешочек от mi band 4 вставляем и проверим сразу чтобы не было потом что я говорю этого нет но принципе смотрите все подходит единственное чуть-чуть тут маленькие зазорчики есть но это не критично то есть друзья если у вас был были ремешки от mi band 4 ну то есть оригинальные не какие там железные бывают еще модернизированы то на оригинальные классические ремешки все подходит без проблем также mi band 3 имеет встроенный оптический пульсометр датчики стола кислорода крови и барометр также сегодня заявляет что пятая версия более эффективное отслеживание распознание циклов сна шагов и физических нагрузок также китайцы поработали над программной частью браслета новая версия появилась 11 моделей тренировок к предыдущей версии их было 6 также появились новые режимы скакалка йога и велотренажер при занятии бассейне браслет распознает пять разных стилей плавания также mi band 5 предустановлен трекер женского здоровья так называемые циклы женщина меня поймут эти режима мы еще рассмотрим когда включим и русифицируем наш браслет и посмотрим эти режимы в принципе по общим отличиям от mi band 4 все давайте его включать активировать подключать к телефону ну и соответственно русифицировать как вы видите пока тут одни китайские иероглифы и я еще не пойму куда то что нажимать все на китайском вот давайте смотреть и так для подключения браслета у кого еще не установлено ставим обязательно с play market apple store приложение meet fit запускаем его как блютус у меня выключен сейчас включим bluetooth вот и попробуем начать активацию и подключение браслета так идет поиск браслета держим около телефончиком все автоматически должно находиться вот подтвердите на браслете видит на китайских иероглифах все браслет подключен видите все завершено вот новое устройство меня появилась единственно друзья что все тут сейчас на китайском сейчас буду разбираться русифицировать ну и соответственно покажу покажу к вам как это сделал вдруг кто-то купит китайскую версию и не знает как то как его потом сделать русским сразу активируем виде сразу пишет что браслет не bm4 будет остановлена да я буду уже пользоваться новым планшетным браслетом все активация завершена нажимаем ок смотрите сразу пришло предупреждение причем предупреждение пришло на русском языке что оранжевое предупреждение но здесь у нас сейчас какие-то угроза ожидает видите сразу пришло предупреждение что ожидается угрозы так напоминание и настройки он берет все с mi band 4 и так поняла будильники виде восстановить спрашивает нажимая восстановить циферблаты создаем разрешаем пока от уведомления разрешаем можно выбрать это все мы виды под попробуем потом пока нам нужно его настроить сейчас сразу прилетела обновление сейчас посмотрим станет ли после обновления появится ли русский язык по идее должен появиться мысли появится будем другими способами и которые слава богу уже есть русифицировать но хотя сейчас посмотрим может быть ничего делать не придется и все будет нормально сразу итак друзья обновление прошло но русский язык не появился только есть английский ну хотя бы сейчас переключимся на английский чтобы хотя бы английским будет проще чем управлять чем китайский вот и будем русифицировать так как друзья я пользуюсь iphone здесь принцип русификации браслета будет поленечко другой если для пользователя android нужно установить приложение но тифа и по мифит то для пользователя apple нужно установить приложение амаз туз поэтому я рассказываю для пользователя apple если кому-то интересно в комментариях пишите а создам отдельное видео как русифицировать китайский мебан 5 на андроиде вот пока мы смотрим на apple находим приложение амаз туз вот и устанавливаем его итак при первом запуске амаз туз спрашивает разрешение использования bluetooth разрешаем ему добавляем нового устройства выбираем и бэн 5 желаем продолжить ну все приложение подключилась браслету после подключения браслета камаз туз заходим еще настройки часов смотрим язык часов по умолчанию выбираем здесь русский язык все здесь программку не закрываем далее просто заходим в приложениями fit запускается может быть здесь синхронизация пройдет вот она прошла и сейчас браслет должен стать русском языке ну-ка смотрим друзья да друзья расстояние напоминание все менюшка статус пульс все стало на русском языке вот друзья очень легко здесь поменять русский язык даже если у вас была китайская версия браслета все это очень легко сделать так что у кого android пишите в комментариях я обязательно сниму отдельное видео на эту тему как русских на андроиде ну теперь спорте осталось русским языком и можно разобраться в его функциях и новинках подойдет данный браслет на руку и первоначально что могу сказать сразу ваши настройки с mi band 4 точнее мои которыми были mi band 4 это в основном у меня были будильники настроены на определенное время вот все будильники автоматически синхронизировались вот смотрите в этом браслете вот у меня будет то есть автоматическая информация и настройки перенеслись в этот браслет что очень удобно не fit все это синхронизировала это мне очень понравилось но теперь давайте рассматривать функции итак давайте посмотрим первое изменение смотрите у меня mi band 4 mi band 5 сразу видно в отличие в главных экранах то есть здесь экран более информативный то есть показывается сейчас данное время сколько я сделал шагов и сколько я сжег калорий mi band 4 показывал столько время и сколько шагов я прошел то есть экран стал более информативным и сразу друзья экран можно кастомизировать то есть здесь есть несколько видов экран нажимаем пальцем на экране и можем менять сразу экран со стандартного на какой-то свой кастомизированный плюс каждый панк плюс каждый панк под пункт можно поменять их здесь три получается строки то есть как часах от apple можно кастомизировать экран под себя нажимаем на колесико и можно менять смотри видите тут шаги написано я могу поставить пульс могу поставить по и расскажу позже что это могу поставить уровень заряда ну и также каждую строчку я могу кастомизировать под себя то есть это удобно друзья вы можете браслет уже настраивать под себя под свои нужды даже можно сделать погоду либо заход восход солнце либо дополнительная влажность там уровень ультрафиолета либо воздух какой вредно или не вредно но это все берется с интернета когда вы подключаетесь к телефону по блютусу вот так что друзья все стало удобно и все кастомизируется что очень приятно это в принципе первое самое главное отличие в меню экрана приложениями fit можно кастомизировать главный дисплей здесь появились и анимированные дисплей чеки вот и прикольные всякие то есть выбор у вас всегда есть и все это можно сделать то есть применить какой-то дисплей и он изменится давайте попробуем что-нибудь какой-нибудь кастомизированное сделать ну например у такого робота ну ка синхронизировать циферблат посмотрим как это будет выглядеть на моем сейчас синхронизация пойдет на моих часиках ну вот смотрите прикольный робот махать мне ручкой вот ну прикольно друзья короче прикольно выбор есть и намного больше чем в mi band 4 свайп лево либо вправо перемещает вам вас по ярлыкам быстрого доступа к слову эти ярлыки можно настроить в приложении mi fit то есть вынести сюда то что вам нужно то что вы чем вы больше пользуетесь также с браслета можно управлять встроенным также с браслета можно управлять музыкой даже на айфоне также в меню появился новый элемент pay но друзья это не nfc как все думают или похоже название это не оплата это встроенный анализатор стресса то есть он постоянно меряет ваш пульс и заседание анализирует какой был уровень стресса я не знаю нужная функция это или нет но она здесь существует я и попробую воспользоваться посмотреть какой у меня уровень стресса был за неделю тут стать есть по дням потом уровень стресса можно посмотреть по день сколько был уровень единственное что когда включаешь эту функцию он пульс начинает мерить очень часто и батареечка будет садиться у вас об этом сразу скакивает предупреждение а кому нужно тот может включить эту функцию кому не нужно может и не пользоваться тут же есть стройный измеритель пульса также уведомления уровень стресса также меряется и приложение дыхания который как и в apple watch запускается говорит вам расслабьтесь и вдыхаете выдыхаете по уровню этому кружка вы видите как вдыхать и как выдыхать но какая-то такая дыхательная разминка так что можете данной функции тоже воспользоваться кстати ми бен 4 ее не было также есть менюшка события менюшка погода можете посмотреть текущую погоду менюшка тренировка все думаю этот пункт знает тут добавились дополнительные тренировочки у нас сейчас можно определить твою тренировку как бег на улице дорожка беговая на велосипеде велотренажер ходьба орбит трек гребневой тренажер йога скакалка и также есть режимы бассейн и упражнения режимов конечно добавилось все их вы можете испытать кто какими видами тренировок занимается также есть вкладочка дополнительно это дополнительное меню где можно настроить режим не беспокоит будильник управление музыкой секундомер таймер найти устройство а также установить время сделать настройки дисплея и настройках можно экран блокировки 5000 параметры стандартные вот друзья но нас интересует вот такой интересный параметр который здесь появился эта камера то есть управлять камера можно удаленно видите он сейчас включите камеру на смартфоне на вот я включаю камеру на смартфоне дополнительно заходим в камеру например нажимаем сводить эти фотографии прошла можно удаленно вот эти смартфоном интересная фича в принципе кому-то она может быть пригодится приложениями fit мы можем настроить откуда должны приходить уведомления на ваш браслет можно сделать спаться my home telegram а вконтакте в принципе все основные но у меня интересует больше ватсап и telegram telegram я даже использую больше чем ватсап вот то есть уведомления могут приходить на браслет с этих приложений ну школе мы заговорили о приложениях и а телеграме хочу порекомендовать вам точнее даже рекомендую подписаться на мой телеграм-канал мужской алиэкспресс на этом канале я каждый день выкладываю интересные товары которые появляются на алиэкспресс со скидочками здесь уже у меня 4814 подписчиков дальше даже больше чем на ю тубе так что обязательно подписывать на телеграм-канал и находите всегда интересный предложение с алиэкспресс по лучшим ценам и большими скидками ссылочка на телеграм-канал я поделюсь в описании под этим видео приложениями fit вы мы можем настроить отображение тренировок тех которые вы пользуетесь то есть если вы например занимаетесь ходьбой вы можете здесь ее поднять выше а какие-то приложить какие-то релочки тренировок вообще убрать это очень удобно если вы часто пользуетесь каким-то видом тренировок они всегда у вас будут на виду и на первых местах по статистике браслет конечно собирать больше данных вот сейчас я пробежался на эллипсоидном тренажере он две минутки во время как в как раз во время записи видео смотрите он у меня посчитал средний пульс максимальный пульс то есть пульс он считает в реальном времени тренировочного эффекта у меня пока нет вот ну видать и он будет показываться если я побольше побегаю ну и показал что на электрическом тренажере он автоматически определил и время бегая две минутки всего побегал также он пульс все записывал в график и также он показывает зоны пульса анаэробная аэробное сжигание жира но я проявлял легкую активность то есть бегал не сильно не спеша в этой зоне я грубо говоря был во время тренировки так что друзья статистика для тех кто хочет заняться спортом или фитнесом или похудеть довольно детальное также хочу ответить на вопрос стоит ли обновляться сми band 4 нами band 5 мое мнение однозначно стоит это больше дисплей как минимум анимированные обои рабочего стола также более больше функций тренировок пульс он может считать в реальном времени то есть больше информации о тренировке во время тренировки вы получаете статистике ну и еще самый несомненно плюс это зарядка то что не нужно вытаскивать сам браслет саму капсулу из ремешка я думаю что этих трех функций 4 хватит уже чтобы планировать обновление данную версию браслета на момент выхода видео может быть уже появилась глобальная версия уже русифицированная но кто купил китайскую не отчаивайтесь я вам показал как и русифицировать а кому нужно покажу еще видео с нему как русифицировать китайской версии на андроиде так что друзья ссылочку на данные где я покупал данный браслет aliexpress я оставлю в описании кого нужно переходите приобретайте принципе цены цены там актуальны и достаточно быстро падают вот на сей хорошей ноте я хочу закончить данное видео всем пожелать удачи и здоровья встретимся на просторах youtube жду от вас лайков и комментариев и конечно же подписки кто еще не подписан на мой канал всем удачи пока пока